Привет, друзья! Мы сейчас находимся в Португалии, снимаем новую Mazda 3 и сейчас мы немножко приоткрываем занавес, хотя я уверен, вы фотографии уже видели, если хотели. Эта штука проигрывает видео! Да, в общем, вот об этом сейчас пойдет речь, уже темно, мы досняли все, что надо было сделать сегодня, возможно, в пятницу, да, до завтра, завтра, возможно, вы увидите тест, увидите, если у нас все получится, если нет, то уже в понедельник. А сейчас, светанем то, что в тесте нет времени обсуждать, да, в общем, мы, пардон, еще раз, мы прочитали в релизе, что с флешки можно проигрывать видео, ну, блин, удивили, пиздец. Тоже мне китайская регулярная система, типа, дешево поставили. Но решили записать и проверить, как работает, и, ну, я вообще офигел полностью, Ярик тут еще что-то спорит со мной. Ну, я считаю, что это самая ненеобходимая штука, но на самом деле получается... Согласитесь, выглядит неплохо. Неплохо? Выглядит неплохо, выглядит действительно неплохо. Это, кстати, не я сказал, это голос оттуда, это тест на шестерке, мы его залили на флешку, и, значит, кстати, камеры как вам? Да, ничего, так подожди, но смысл же в том, что это все работает на ходу. Ну да, да, вот, кстати, вы же не ожидали, правда? Смотрите, мы едем. А ну быстрее едь. Шесть километров в час. Шесть километров в час. В принципе, этого достаточно. На восьми, да, должно? Восемь. О! Все. Но звук продолжает играть. То есть больше восьми. Соответственно, если вы тянетесь в пробке, вы все смотрите, потом чуть разогнались, звук остается. А теперь притормози. Опять включилась. Посмотрите на качество картинки, я не знаю, камера показывает или нет, но она просто невероятно сочная. Причем, знаешь, как ты говоришь про мой монитор, эта штука как будто тоже сглаживает. Да, на самом деле очень хорошо выглядит. И вот ты этого, может быть, не заметил, но он еще и умеет, как ресивер, вот твой домашний или мой домашний, раскладывать вообще звук по каналам. По бокам играет только музыка, а вот здесь вот из центра идет голос. Если вы не фанат Мазды, это, оно реально чувствуется. Так а звук какой? Кстати, сколько звуку ставили? Ты ставишь, сколько звонишь? Слушай, ну, звук офигенный. Ну, это в топ, это топовая комплектация. Это топовая звук, видно, что над ним работали. 31 тысячу долларов, скорее всего, она будет стоить в Украине. Мы открыли страшный секрет, нельзя было это говорить. Да, звук хороший, над ним работали, видно, что проектировали именно под этот салон точно. 8 баллов за этот Боус. 8 в Мазде 3. 8 в Мазде 3. А как же Range Rover 6? Приехали. Ну, ты с ним, я же не врут. Ты представляешь, что сейчас у кого-то там пригорает, он рассказывает, там, что там, в Duster 6, а в Mercedes 8 или 7, 6,5? Да, система такая, все относительно. И вот самое, что более интересное, другое. Я говорю, что это крутая фишка, которая полезна. Я говорю, что нафиг никому не нужно. Объясняю свою позицию. Первое. Есть люди, которые реально прутся в пробке утром. Если ты смотришь сериальчики. Да, ты закачиваешься на флешку в сериал. Если бы можно было YouTube запускать отсюда, сюда. Ну, видишь, смотри, а я смотрю сериалы на Лост-фильме. Закачал весь сезон сразу одним файлом. И что ты потом снимешь, ты такой, значит, перематываешь на нужное место свой сериал. Перемотка есть? Смотрись. Так, переводка быстрее, чем у меня в Sony телеке. Работает лучше перемотка. Перемотка, кстати, да, работает хорошо, собака. А что там еще в меню есть в Multimedia? Нет, а что такое формат? Широкоэкранный можно поставить, можно экран каше. Жидание, каше, 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 вот эти полосочки сверху снизу. Оно включает. Ну, я не думаю, что это все. Сейчас. Просто ничего, наверное. А, смотри, вот сейчас она не растягивает, потому что до этого стягивает. Чуть-чуть, картинку, чуточку. А сейчас вот она так, как надо, может. Меню. Да, видишь, она сейчас немножечко стена. И вот здесь вот полностью. А что там еще есть? Там еще что программировать. Кстати, украинский язык вы заметили, да, украинский? О, ну оставь. Не знаю, давай еще в меню. Параметры аудио. Ну, здесь все то же самое. То, что и было. Да. Так вот. Сериальчик закинули. Зачем даже перематывать? На паузу поставил. Интересно, она собьется? А ну поставим на паузу. Так, то есть ты вышел, забрал свою флешку. Здесь, кстати, какой-то очень крутой компьютер, потому что когда ты выключаешь, включаешь систему, у тебя навигация включается моментально. Вот, включи зажигание. Запомнил? Да, как так быстро он запускает? Это невозможно. Так я тебе говорю, смотри, нажали кнопочку раз, навигация, причем сохраненную, она скорее всего держит. Какое-то время, да. Ну, как, типа, как это, гибернация, да, режим или в ноутбуте. Как он? Да, так ты и сказал. Так вот, сериальчики можно смотреть в пробке? Можно. Ну, и номер два. Вы же можете пригласить девушку в свой домашний кинотеатр в Мазду. Звук отличный. Смотреть в боем можно. То есть ты сериалом Сибир покупал? Послушай, смотри, подогрев сидений, ты, ну, конечно. Подогрев сидений есть, тепло, климат, все. И, ну, слушай, есть же люди, у которых есть девушка, но нет квартиры еще. Есть люди, у которых нет девушки, нет машины, есть люди, у которых нет квартиры, нет машины. Слушай, тут еще прикол другой. Стоит все-таки, чтобы никто там не раскатывал губы, вот та вторая комната, она небольшая. Или собаки. Ну, слушай. Если у девочки есть собака. С другой стороны, если Серега заведет себе девушку по росту, то, в принципе, практически двухкомнатная квартира с домашним кинотеатром. Ну, хотя за 30 тысяч долларов сейчас можно на троешке взять неплохую квартиру. Да, тогда не так на троешке. Так что, ты соглашаешься, что это плюс? За это плюс один балл к функционалу мультимедиа будешь? Ну, сау мультимедиа, да, можно ставить. Ну, потому что это же плюс один балл. Здесь есть беспроводная зарядка, это еще плюс один балл. Кстати, беспроводная зарядка, если честно, чуть-чуть туповатая. Смотрите. Нормальная. Вот у нас отсек и зарядка только посредине. Вот она обведена рамкой, да. То есть, если вы телефон так положили, и он не скользит, хорошо, заряжается. Если вы резко повернули, он уехал и уже не заряжает. Не уезжает. Мы психовали по этому поводу. Ну, я не знаю, какой еще. Ну, хорошо, нет. Ты имеешь в виду там с управляемостью? Ну, так, да. Не, ну, это я считаю, что это совсем недостаток, это специфика настройки. Чувак, ты сомневаешься, что маздовцы умеют настроить машину, чтобы она ехала? Нет, не сомневаюсь. Я думаю, они так хотели. Ну, как бы, вопрос, согласны мы с ними или нет, это да. Но это же не то же самое, как когда рассказывают про спортивную машину, а эта спортивная машина... Ярик, твою ж мать. Это двойная сплошная. Ты находишься в Европе. Что ты творишь? Да, я думал, специально так расставили. Да, 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 именно для этого. Кстати, надо было снять с компьютера. То есть, кстати, да, может, завтра заведем? Обязательно, да. Увидите это в обзоре. Все, спасибо большое за внимание. Зовите друзей, подписываться на наш самый... Плохое слово хотел сказать. В общем, подписывайтесь на InfoCar Backstage и на основной канал. А как думаешь, есть те, кто подписался на Backstage, а на основной нет? Говорят, мне так тошно от ваших тестов. Я отписался от основного канала. Дизлайк, отписка. Пока.